Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина и канал Природа Будущего. Современные садоводы имеют сейчас большие возможности в приобретении качественного посадочного материала интересных сортов. Получение знаний, как вырастить ту или иную культуру наилучшим образом, а значит, нужно всем этим пользоваться и иметь лучшее из возможного. Но лучшее стоит дорого, и некоторые жалуются, что приобрести много не могут. Но вся прелесть в том, что приобретать нужно гораздо меньше, а урожай будет намного больше. Если соблюдать правильную агротехнику, конечно, хочу поделиться, как мы умудряемся получить отличный урожай, например, малины, всего с 8 кустов. Клубнику едим с мая по октябрь и тратим на это минимум времени. И всего один куст ежевики дает возможность подкармливать нас довольно долго и отличными ягодами. И вы знаете, я даже не сказала бы, что выбор сорта стоит на первом месте. С хорошей агротехникой и старый сорт может показать отличные результаты. Всегда учу, чтобы убедиться, просто попробуйте. Стали очень популярны ремонтантные сорта, которые дают по 2, а то и по 3 урожая. Во всяком случае, так заявлено в их описании. Что же на самом деле? Если, предположим, малина или клубника выложили все силы на первую волну, то вторая будет уже слабая. И уже в первую волну следующего сезона даст не такую, как мы ожидаем, урожайность. Поэтому полностью не стоит полагаться только на ремонтантные сорта. Но давайте чуть подробнее отдельно по малине и отдельно по клубнике. Ремонтантная малина дает гарантированно 2 урожая только в южных регионах, в средней же полосе. Вторая волна начинается так поздно, что часто не успевает созреть. Как быть? Во-первых, выбираем самые ранние сорта. Во-вторых, вырезаем полностью осенью после плодоношения все побеги. Это позволит весной быстрее пойти в молодой поросли, на которой она и будет плодоносить в конце лета. В-третьих, нужно проводить нормирование молодых побегов. Удаляя слабые, тогда оставшиеся будут развиваться активнее, наберут больше сил и дадут отменный урожай. И непременно нужно хорошее питание. Для этого заправляем весной удобрением пролонгированного действия, естественно органическим. Так как ремонтантные растения очень требовательны к питанию, то подкормки следует проводить раз в две недели. Как по листьям, так и под корень. Еще малина очень любит влажную и рыхлую почву. Не растет она на сырой почве, ей нужна именно влажная. Поэтому не забывайте ее поливать. А чтобы влага сохранялась, обязательно мульчируйте. Например, свежескошенной травкой. Это также будет дополнительный источник питания. Если соблюдать эти простые правила, результат обязательно будет отличный. Все тоже относится и к ежевике. Вот этот ежевичный куст прибежал ко мне от соседей. Теперь у них нет, а у меня есть. Специально ничего не делала. Просто подкармливала свои растения, растущие у забора. И этого было достаточно. Корни растения ведь очень чувствуют, где еда. Так что, если не хотите, чтобы ваши растения от вас сбежали, кормите вкусно и сытно. Ну и посадка, конечно, должна быть правильной. Чтобы растения не разбегались по участку, выкапывают траншею и заполняют рыхлой землей с компостом. Вы ту же траншейку делаете под кормки. Убежал росток с нужного места, остался без еды. Так вы приучите кустик расти строго в отведенном месте. Из этой траншейки растения будут уходить крайне редко. Ну а как же с первой волной урожая? Ведь если мы вырезали малину осенью под корень, то урожай-то будет только следующей осенью. Вот для того, чтобы есть малину летом, сажаем обычные, неремонтантные сорта. И совсем не обязательно какие-то новомодные. Не вся современная малина вкусна. У меня вот до сих пор растет кёнигсбергская, которую после Второй мировой войны, как трофей, привезли наши солдаты из Германии. Отличный, вкусный сорт. Только не любит размножаться. Это и хорошо, так как не нужно нормировать побеги. Но и плохо, нет возможности поделиться. Уход, подкормки те же, что и заремонтантные. Только обрезать на зиму не нужно, так как урожай формируется на прошлогодних побегах. Итак, я имею всего 4 растения обычной малины и 4 ремонтантной. И мы всё время с ягодами. У ремонтантной клубники тоже есть свои тонкости. И не стоит ей полностью заменять всю на участке. Хороша она как самая ранняя ягодка в мае и как самая поздняя в октябре. Это не на варенье, а так полакомиться. Но я, конечно, говорю о средней полосе. На юге всё по-другому. Возревает она в столь ранние и поздние сроки лучше в теплице. Поэтому держу именно там несколько кустиков. А летние урожаи собираем с обычной, у которой есть ранний, средний и поздний сорта. Вот у меня всего 6 сортов. По несколько штучек каждого. И конвейер работает исправно на протяжении всего сезона. Но нужно учитывать, что современные сорта очень недолговечны. Нужно менять растения каждые 3-4 года из своих же усиков. И если не менять, то дальнейшее выращивание старых кустов становится нерентабельным. Ягод меньше и они ещё и мельче. Но вот чтобы клубника могла вытянуть хороший урожай, её тоже нужно обязательно поливать, мульчировать и подкармливать. А для подкормок подойдёт всё тот же сапропель, который можно настоять в воде и сделать из него жидкую подкормку. И биогумат. Схема та же. Раз в две недели. Попробуйте выполнить все рекомендации и почувствуйте разницу. Вам не нужно будет много и тяжело работать. Содержать совсем небольшие плантации, а урожай получать обильные, всегда приятно. Хороших вам урожаев! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!